Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Дом молодёжи Форпост приветствует всех! Мы, так сказать, продолжаем свою деятельность, а именно Театр поэтов «Послушайте», «Стрип-лито» «Послушайте». Меня зовут Владимир Антипенко, я руководитель Театра поэтов «Послушайте». И сегодня мы будем послушать многих авторов, поэтов и так далее. И сегодня у нас три темы заявленных. Это первая, значит, тема у нас называется, так интересно очень, называется «Шуточные, нешуточные, чушизмы, абсурдизмы». Это то, что сейчас будет происходить. Вторая у нас тема «Весна, смерть Петербурга», это второе отделение. Театр, Слав, ты меня тоже приближай там иногда, не только экспериментируй там, ладно? Владимир, я себя вижу лучше, чем ты сам себя. Вторая тема, значит, «Весна, смерть Петербург», это второе отделение будет, кто видео потом может посмотреть. И в третьем отделении у нас, так называемый, заявленный такой джем-поэт, реалфавит. Ну, я так полагаю, это от «А» до «Я». Все стихи, которые начинаются на эти буквы, в принципе, могут в это попасть. Ну, может быть, у кого-то есть своя версия этого дела. Ну, я начну одним стихотворением своим, значит, вот эту тему чушизмов, абсурдизмов и так далее. У меня есть еще одно стихотворение совершенно абсурдное, но я сейчас боюсь просто им начинать, потому что иначе, потому что иначе, иначе. Вот. И, значит, вот мое стихотворение. Владимир Антипенко! Владимир Антипенко! Значит, к вопросу о рукописях, которые не горят. А называется оно «Перед сном». И пламенело запахи планет, Внушали страхи, Звезды очумело, Вонзали стрелы света. Постепенно планеты умерли, Поэты обнажили души, И жажда славы, И фанфары в уши. Но поздно, Некому послушать, Из-под одеяла Поэт не вылез этой ночью, Чтоб эти строчки записать. Короче, абсурд. Ладно, я сам понял, что это фигня. Но неважно. И теперь мы зовем человека, Который приготовился эту тему, Так сказать, прорабатывать. Александр Раар. Пожалуйста. Начну с маленького предисловия, Что тема чушизма и абсурдизма Родилась неспроста. Наша жизнь, Наполнена смыслом ровно настолько же, Насколько она исполнена абсурдом. И порой, чтобы разведить общий фон Задаченности, Рука под властью отвлеченных образов И размышлений, Тянется к записи, на первый взгляд, Бессмысленных текстов, Изобилующих игрой слов, Излишней литерацией и вычурностью. Но даже эти милые бессмыслицы Подчас описывают нашу жизнь точнее, Чем логичные и строго осмысленные произведения. Впрочем, вы сейчас сами все услышите. Начну с маленькой зарисовочки под названием «Насъединение». Настройка, настрой, настроение, Настроя нас двоединение. Следующее. Два тела. Сидят два тела, Из тела вышли, Из дел излишних огни горели. Мы будем бывших, Они успели, Прошли недели И сотни живших. Идут два тела, От красок брызги, А в брызгах мысли, Им нет предела. С тобой зависли, Ты так хотела, И нет нам дела До слов и чисел. Летят два тела, И воздух чистый, И дали близко, И даль задела, Вдвоем в изысках, В едином теле, В едином деле С тобой зависли. Следующее сотворение, Сложное на восприятие, Называется «Напишутки славоображения». Ленинградостный ребёнок, Праницизмами заумен, Благозвучен в абертонах И беззвучен в напишуме. Он божественность наплаху Полагает беспристрастно, Древо головы с размаху Разрубает распрекрасным, Гвоздирожи забивает Мыслям молотом отдачи, Гексогением бескрайним, Гамма лучшим, Однозначно, Изобилы в рутине, Темлеживостью смеяса И разбитостью опасной Смотрит в очи небогиня. В разославный изувечер Оптимизерно зарплачет, Напишу так мыслей плечи Головаревым и начать. Шуточный очерк о великих. Осенью сеял несметно Есенин, Сеню рассеянного в сенях, Маячил маяк Маяковский манерно, Мясом смеялся, Рдея в стихах. Пушкин все пуще Душою пушился, Шибкою шуткой Пошутит рука, Броскостью Бродский Добротно водрился, Римской гротескностью Орвана строка. Хорошо, 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 Мохнатым дым Дымится, Небо, Ночь. Очень хочется, Однако, Мир земли Покинуть прочь И рассеется в России. Прости, Пора, Прости, Стих мой, Стих, Лихой стихии, Я на вычурном Пути. Стихи Стихи называется «Ничто, Это все». Ектоскопические люди Наноскопической земли, Наноскопические земли Микроскопической пыли, Микроскопическая пыль Мелископических галактик, Мелископическая быль, Скопический вселенских практик, Скопические практики Килоскопических сверхтел Килоскопические сети Гигаскопический удел Гигаскопическая я Цетоскопических идей Йотоскопическая дурь Йоктоскопических людей Следующий сектор называется «Друзья» А можно просто говорить «Друзья» Друзья Друг с другом, друг для друга За друга друг, друг для других Над друга друг, под друга другом Подруг под друга дорогих Друг дорогой и друг придурок Не-не, друг друг, не для других Над другом друг, друг другу дорог Дорога с другом на двоих Порадуй друга даром рук Друзей даруй, друзьям дару я Порадуй друга, друга, друг, По другу радуй, дорогую. Бабу да Тарама Я с бабуином пил самбуку, Курил бамбук, как дудку, Дубиной в Дублинской долине Долбил вдоль дятла долго в шутку. Я динамичный динамит Диаметрально наделял Устоем построения строя В струящихся осиным роем, Когда майор, мордатый драматург Долбил доярок, дур и кур, Которых кот татарский странно Тараном превращал в тартар. Тартар тот, как там-там Томатные томили молоточком ароматным, А рома морально обмарала раму, А раму-лама лампой мало освещал. Время вышло. Время вышло погулять. А когда вернулось, было слишком поздно. Его ровная, поточная течь гладь Взволновалась волнами вневольно, Не хотела время опоздать, И поэтому без памяти бежала, Но не в силах было времени понять, Что нет ему конца и нет начала. Взволновалась волнами поточная течь гладь, Вернуться в равенство, пытаясь скрупулезно. Ах, зачем же время вышло погулять? Ведь когда вернулось, было слишком поздно. И последнее называется «Все сразу». Если тебе в свою одиночь не хочется голоса друга, Если не хочешь в бессонную ночь Поцелуев любимой в губы, Ты не тревожен ни шумом, ни криком, И не разражен заразой. Знай, тебя вскрыло открытием великим немыслимо. Все, и сразу. Спасибо. Александр Рар! Спасибо, Саша. Вот Александр Рар. Саша впервые теперь участвовал, так сказать, Можно сказать, не то, что полноценно, Но имеется в виду, так побольше, да, Прочитал своего творчества. Ты знаешь, ты думаешь, у тебя одного есть такое? Сейчас я тебе прочитаю. У меня тоже есть такое. Называется «Женская работа». Очень похоже на то, что это... Ну, не похоже, вернее, мы сочиняли каждое по-своему. Звукало слово, облакало, Питало слово, голова, Несчастная глазела, зебра, Из изумительных громад Кричала дева, ей парад Поэтов диких принимать Большая шелковая шалость Прощалась лаковая грудь И в путь поэтов обнажалась Чтобы сказать когда-нибудь Лакало слало из бокала Летало слало в облаках Дмитрий Бацеев следующий А меня зовут Владимир Антипенко Быстрее надо идти, Димочка Я надеюсь, вы поразите нас Своими чушизмами и абсурдизмами Дмитрий Бацеев Готенабенд вам, маян дераману, и хэрэн Мы также гости нашего города Начнем с классики Даниил Хармс Однако из ненаписанного Лакеев, Хакеев и Брекекекеев Пошли на рыбалку, чтоб рыбу ловить. Лакеев сел в лодку, хоккеев взял плетку. А Брекекекеев вообще не рыбак. Лакеев, хоккеев и Брекекекеев отправились в поле грибы собирать. Лакеев с корзинкой, хоккеев с резинкой. А Брекекекеев грибы не любил. Лакеев, хоккеев и Брекекекеев решили устроить в строю Новый год. Лакеев взял елку, хоккеев двустволку, а Брекекекеев до них не дашел. Лакеев, хоккеев и Брекекекеев решили, что больше не будут бухать. Лакеев подшился, хоккеев крестился, а Брекекекеев тут вовсе не пил. Лакеев, хоккеев и Брекекекеев решили наладить семейную жизнь. Лакеев жил с Аськой, хоккеев жил с Васькой, а Брекекекеев ни с кем не дружил. Лакеев, хоккеев и Брекекекеев задумали сделать достойный финал. Лакеев скончался, хоккеев старчался, а Брекекекеев не жил никогда. Спасибо Данилу Хармсу за наше счастливое детство. Следующее стихотворение это, видимо, настоящий чушизм. Хотя, не знаю, видимо, в этом во всем есть связь. Сейчас я попробую это воспроизвести, насколько это вообще возможно. Даже не знаю, как называется. Вот так и будет называться. Даже не знаю, как называется. Растет в курице яйцо, а в яйце мое лицо. Растет в курице яйцо, с ним растет мое лицо. А вчера моя жена расколола то яйцо, а под вечер хулиганы мне разбили все яйцо. Все лицо. Е-мое. Съела жонка, пол яйца, мне осталось пол лица. И теперь мое лицо помещается в яйцо. Расти, курица, яйцо будет новое лицо. Так, это была полная чушь. Теперь замечательное стихотворение. И в тень не прячься, пожалуйста. Да, да, замечательное стихотворение на патриотическую тему. Я говорю, не прячься в тень, а ты пошел в тень. А, хорошо, хорошо. А я же откуда знаю, где? Я как сущность ночи все время стремлюсь куда-то в тень. Значит, на тему любви к родине, патриотизму и вообще прочего пацифизма тоже достаточно хватает. Бреда и абсурда. Это стихотворение называется «Ежиная песня». Одиннадцать маленьких серых ежат, убитые ядерным взрывом лежат. Скандал в Пентагоне, тревога в ООН. По СМИ говорят, все подстроил шпион. Ежи из Китая хотели в Сибирь. Там сосны, тайга и бескрайние ширь. И меньше там шансов в шаверму попасть, поскольку в Сибири советская власть. В предутренней мгле порешили ежи тихонько границу пройти вдоль межи. Кто выстрелил первым, уже не понять. Но тут началось просто «Твою мать!» Заклинило спутник, что в небе летал. И спутник на зону конфликта упал. Немерено трупов с обеих сторон. Страна понесла колоссальный урон. Пусть песни ежей во всем мире слышны. Мы любим природу, мы против войны. Не ешьте, китайцы, несчастных ежей. А бабы, не троньте похмельных мужей. Спасибо. Все, что ли? Все. Хорошо. Дмитрий Бацыев. Слав, Женя, возьмите, снимите, пожалуйста, меня. Держи, чтобы я в кадре был. Ой. Итак. Спасибо. Это был Дмитрий Бацыев. И мы продолжаем. Сейчас я Дмитрию Бацыеву тоже отвечу. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Я уже читаю. Вот такое вот. Все по бумажкам, по бумажкам. Все написано. Олег Матвеев, вы готовы? Подходите. Жень, дай мне вот те листочки, которые там сзади у тебя лежат. Вы уж извините. Что у нас в кругом листочки? Олег, выходите пока там сзади вставайте сейчас. Я вам сразу передам. Стихотворение называется так. Опять. Это Александр Раарова. Стихотворение называется. Значит. Посвящается Кристине Никандровой от того, кто съел розу. А называется стихотворение «Безуминка номер один». Подоплены весом, бесы бородят басом. Замолены лесом, прессом укатят квасом. Уставы сонны, соволнений кожи, гроздьями волн. Шебуршат охотники, сапоги отклонений свирели меря. Городом боли, компасом небо шелтые. Жеребят воли варят ушлые боги. Дорого следом завиток прошлого моря полн. Хлебом прогоркли веселые, сочные. Слух овраги веселятся. А, хлебом прогоркли веселятся сочные, слух овраги. Вот так, как делаю я, делать не надо. Олег Матвей, имейте в виду по листочку читать. А сколько мне можно? Читаю один сейчас пока. Потом решим. Млечный путь. Для чего у коз мозг? Сей вопрос без стыда. Задаю в черный космос, Где бегут звезд стада. Сколько их там без нас? Досчитаем до ста? Да. И открыв новый бизнес, Погоню коз туда, Где уткнут они вниз нос. А под носом звезда, Пусть ощиплют ее лучи. И космическую простоквашу Вы получите сволочи. Берегите природу, мать вашу. Читаю еще. А в фонтанке теперь живет рыба С человеческим ухом вместо хвоста. Вы удивлены? Но это правда, Ибо я уронил ее в воду Возле лобоносого моста. Разумеется, в виде рисунка Из моей серии не существа. Возможно, это дальний родственник Нибелунга С невыщенной степенью родства. Так что, если выглянет из воды ухо, Не пугайтесь, пуская по коже мороз. Вам не привиделось, В голову не ударила медовуха. Это мой рукотворный метаморфоз. Есть же в нашем городе Грифоны, Атланты. Почему бы не поселите В фонтанку новый вид? Это ведь не какие-нибудь Ужасные злые мутанты, А просто такой Хороший рукотворный гибрид. Так что, скажите лучше спасибо, Что форматом в одну четвертую листа Живет теперь в фонтанке Новая рыба С человеческим ухом вместо хвоста. Что еще? Ну, что-нибудь коротенькое. Титаник С каютами улучшенного быта Построили гигантское корыто На стапеле английской верфи, Да позабыли про законы Мерфи. Ну, кто мне скажет, почему Бывает беспощаден человек Погружается в воду муму, Вдруг послышалось I'll be back. А что такое закон Мерфи, скажи-ка, пожалуйста. Ну, это долго рассказывать. Закон подлости. Ну и последнее маленькое, Называется относительность. А на ком-то А на кон-да Давай еще читай. Еще? Я уже сказал последнее. Ладно. Давай, давай, читай. Ты когда еще придешь к нам? Ну, тогда Может, не совсем абсурдистская, Но зато питерская и в тему. Полгода плохая погода. Погода вносит коррективы В санкт-петербургские мотивы. То снег, то дождь, То сила ветра Привысит 3-4 метра В секунду Зонтики ломая, То холод в середине мая Такой, что кочнеют уши И на пространстве твердой суши Промежневою и обводным Мы дышим воздухом холодным. А пар выбрасывая губы Бормочут часто Коньяку бы А речь заезжего туриста Полта призывами к Мефисто. Но невзирая на погоду И Невскую плохую воду Под петербургским небом серым Под петербургским серым небом Мы живы не единым хлебом Не хлебом и не коньяком Любимым А чем-то там неуловимым Чего не выразишь ни в прозе Ни в гидро Метеопрогнозе. Ну и последнее теперь тоже Можешь не в тему еще одно. Ну ладно. Давай. Ну что? Рэмбо, рэмбо Танцует румбу В границах ромба Чем бы прихлопнуть тумбу Сгодится бомба. Олег Матвеев! Спасибо, Олег. Игорь Кабанов, вы готовы? Хотели читать в этой теме? Нет? Хорошо. Так. Значит, господа, есть еще желающие прочитать в теме абсюрда. Абсюрдизма. И тогда на эту сцену сейчас вот выходит на эту сцену со своей приготовленной пятиминуткой Эйно Ильмари. Давай. Вперед. Памятник Гудвину. Так возьми микрофон в руки, приходи, все не посыдно. На ощупь верну. В Московском парке Победы А, извиняюсь. Что там? Со второго. Сейчас. Ну давай. Звуки белого блюза летят над мемориалом Асуэнцима. В Московском парке Победы народ ожидает реванша. Лишь только темные улицы электрическим глазом осветятся. Призвики конфедератов сквозь Ричмонд проходят маршем. От края до края знамени одна большая прореха. Старый фашистский палач спивается в мирных предместиях Дублина. В 43-м волшебник Гудвин объявил войну Третьему Рейху. В 92-м Горфинжус приказал снести памятник Гудвину. Было время буря надежд, потрясавшая всю Ирландию. Лемерик убил своих сыновей. Труд помиловал своих узников. Наши ряну ичил отрывной календарь. Нашу память боюкал радио. Рабочие подняли молот ведьм и отнесли на кузницу. От края до края знамени одна большая прореха. Старый фашистский палач спивается в мирных предместях Дублина. В 43-м волшебник Гудвин объявил войну Третьему Рейху. В 92-м Орфинжус приказал снести памятник Гудвину. Наши севронный город зимой страшнее Дантлада. Здесь все говорит о Великой войне. Даже белый январский снег. Эти стены помнят, как рыцарь фон Лейб сковал нам руки балокадой. Как смерть танцевала по крышам домов, как ел траву человек. От края до края знамени одна большая прореха. Старый фашистский палач спивается в мирных предместях Дублина. В 43-м волшебник Гудвин объявил войну Третьему Рейху. В 92-м Орфинжус приказал снести памятник Гудвину. Косые кресты на весенних полях проставлены будто отметки. И мы ходим как будто по книжным страницам, не замечая во тьме. Выпущенный из клетки зверь должен сидеть в этой клетке. А тот, кто выпустил звера на волю, должен сидеть в тюрьме. От края до края знамени одна большая прореха. Старый фашистский палач спивается в мирных предместях Дублина. В 43-м волшебник Гудвин объявил войну Третьему Рейху. В 92-м Орфинжус приказал снести памятник Гудвину. Спасибо. Эльна Ильмарет. Спасибо, Эльна. И потом мы еще тебя услышим наверное во втором отделении или там в джиме. И вот я завершаю значит тему сейчас у нас идет здравствуйте Андрей Чивиков, здравствуйте Ярослав Фемжаков, Вера Вересиянова, Ира Ивана Ковшевна, Эльвира и все-все, кого я Константин Жук мы уже здоровались с вами. Я такой, понимаете, с прибамбахом таком. Значит завершаем тему чушизмов и абсурдизмов немножко такой лирической во мне. Там остался один я и я был царем, а народ мой тоже был я и когда пришла смерть некому было даже похоронить меня. В пустоте я живу, пустотой я дышу, пустоту на завтрак ем, опустелся совсем. Застрявший в пробке плыли секунды моторно изломано точно злые глаза истребали домашнего зверя. Я им не верю, они продолжают нарочно циркулем мерить, не спят им хотя бы однажды. Можно стоять на мосту, наблюдая движения, рыбки, водичка, девчонки в купальниках мокрых. Все это было и раньше, в башке напряжение, сто дежавю за секунду, не слишком ли мало. Топает сердце, кричит и ругается баба. Бог приходил к нам вчера, а мы были нетрезвы, все не упомнишь. Смотри, это первые звезды, нам предлагают путевку на черное небо. Завтра вода, как блондинка, раскрасит асфальты, в лужах разводы бензина красивым узором. Город живет, неподвластный природным законам. Что ему сердце, застрявшее в пробке на Невском. Все, вырубай.